привет с вас дорогие друзья с вами я свал холд и большое хочу сказать вам спасибо за большое количество оставленных комментариев по поводу выбора нашей столицы очень много людей были за то что бульвар идеальное место потому что там где торговли еще повышение а цены развития скидочка мы получим ну и некоторые люди выступали еще конечно за аскасур потому что действуем инстанализация 10 процентов знаете что вам скажу аскасур но с географической точки зрения на самом деле место такое себе потому что надеть граница сразу идет но бульвар не лучше как бы мы вроде как отодвинули конечно граница здесь но довольно таки проблематично будет его оборонять какой-то степени поэтому давайте наверное все таки аскасур и за стоимость национализации мы возьмем потому что мы сейчас будем очень много воевать 1 очков и нам никогда не хватает этому аскасур достойный выбор это наша столица в аскасуре насколько я понял по вашим комментариям это то что столица наша будет переезжать по ивенту любом случае давайте посмотрим древо заданий она здесь просто огромное просто вообще я не знаю сколько это придется выполнять серий но я постараюсь уже будущем еще больше сокращать оставляя вам только самую интересную выжимку из-за заданий которые у нас уже выполнены это милитаризация провинции можно поражать им тогда мы идем в клинок света но для клинка светкой света здесь нужно и джад истинная вера мы должны завоевать вот это все могу сказать что это невозможно сделать ну мы постараемся еще из интересных механик у джада это то что если мы контролируем все провинции культуры которые существуют в мире она автоматически становятся наши ассимилированы все и есть те культурные группы если мы контролируем полностью мы получаем бонус вот если мы будем контролировать полностью булварскую культуру мы получим стоимость национализации 10 процентов даже шикарно поводу денег у нас здесь более-менее все выровнялось у нас поднялся лимит армия двух стотен это просто прекрасно будем наниматься будем воевать из-за претензии нас пока что особо яра горят конечно на восточном направлении потому что мы здесь как бы и должны дальше продвигаться и смотреть по калицам то это будет проблематично поэтому давайте мы наверное пойдем уже развиваться в эту сторону скорее всего а тут с и лейном война по идее с лизой точнее война должна быть но он я вижу полиции и что можно было бы разбить но это довольно проблематично скажем так из заданий которые можно выполнить это я вот это покорить оберзо нюанс нужно повоевать или зная опять забрать не эту провинцию вот и все возможно сделать но пока что проблематично из-за заданий которых меня которые меня реально удивили это ликование солнца она требует чтобы у нас было своих расширение 150 а придут какое-то событие здесь нужно три раза иметь сверх расширение 200 50 процентов и развития да будут какие-то разные ивенты вылезать этому но это интересно конечно это раз вижу ивент на имение большого количества развития здесь нужна резиденция суда но это не обязательно вот отменить рабство нам нужно охватить вот эту провинцию ну и будем сейчас над этим работать активно я думаю рить и свет глубин как бы это довольно таки возможно до нас уже здесь есть казах были но и венников у них я вижу тоже немало а ему нас тоже подаем процент имеются и у нас пижа мануфактуры появились нет не появится скоро вас появилась глобальная торговля но на самом по себе уже потихонечку в джаде распространяется поэтому это особо не проблема из чисто вопрос времени и можно здесь повоевать да ни с кем здесь со всеми колец и может конечно отправиться на юг здесь смотреть на нашу наш лимит управления то он почти уже упирается самый потолок и очень много паренции которые нужно национализировать повторно сожалению нам очень не хватает сейчас сильно админ очков мы будем их копить мы торговлю получаем вроде как неплохие деньги если по торговым путям смотреть то молодец зарабатываем шестьдесят восемь монет есть мы ничего не зарабатываем дома толкаем она будет она здесь и остается она не выходит дальше ну да для это нужно нам торговцам бульваре я вижу хорошо у нас по процентное влияние а если отсюда интересно перекидывать допустим туда здесь уже получать будет ли больше или меньше прибыли от это вот чем вопрос может быть давайте мы сейчас попробуем немножко переставить наших торговцев них 3 здесь один вот здесь 29 метод с нашим перекачиваем сюда весьма оставим давайте что 8 монет прибыли мы пока о покидая двойную калицу а здесь мы не можем что ли толкать прибыль почему это у нас торговая столица что ли от торговой столицы на она у нас переехала столица следствие торговая столица переехала вот она как я понял давайте из отсюда вы толкать прибыль посмотрим нас было 68 здесь 800 вот мы подняли нашу прибыль до 100 монет мы толкаем здесь мы если поставим собирать увеличится наша прибыль на 5 монет увеличилась принципе в этом есть какой-то смысл в этом есть смысл там и спорю ну поэтому наверное пока что оставим так как есть будем уже работать над другими нашими моментами чне над выплаты займы займов и наема новых солдат она у нас еще кораблики появились торговые тоже не может не радовать вопрос где на флот бы делать начали здесь для торговли или же все таки и сделать флот подумать подумать над этим но я с национализируюсь и будем потихонечку уже воевать наверное полиции распались и так понимаю да ну да мы занимаемся разъяренными странами очень активно поэтому мы выполним задание лучезарный дворец пока я занимался национализацией наших провинций каждой стране власть распределяется по-разному некоторых центры власти расположена во влиятельных региональных городах разбросана по державе подобно звездам в ночном небе других власть разделена между двумя коалицами каждый из которых на кто набирает сил то теряет и условно диск луны в небе есть лишь одно солнце это солнце саруэля раз так то империя джад должна иметь лишь один центр власти лучезарный дворец во главе с вестником мы немножко берем и так понимаю земли наших сословий разума выполнили дворцы саруэля мы получаем какой-то мобильная централизация газ гос реформа и этот ивент о расположении двора нет такой части холана от которой бы не сияло солнца саруэля посему нет такого места которое было бы ближе к саруэлю посему было бы идеально для того чтобы вместить вестника и позволить ему править империй это истина и другие потребность настолько необъятны империи означает что несколько городов представляет значительный интерес в качестве места расположения лучезарного дворца более того некоторые заявляют что подобно солнцу что проходит всю небесную сферу двор саруэля должен бывать в каждой части своих владений каким бы ни было мысль божественного вестника насчет этого само время формализовать процесс выбора места расположения двора и создать общую инфраструктуру дабы поддерживать управленческую связность ну нас опять ивент на смену двора произошел можем оставить где есть потеряться а вот в чем проблема если мы оставляем двор там где он сейчас находится изменения мы теряем стабильность вот она когда мы обязательно должны куда-то постоянно мигрировать здесь каждый раз они бафа такие же остаются давайте в барсан переедем господи в чем проблема каком счет наверно денег потеряем да ну да мы потеряли неплохо так манеточек да у нас листку а по чуть опустилась наша прибыль ну ничего страшно можем по идее торговую столицу перенести ну ладно давайте дальше по ивента посмотрим из упречья джада в столице присутствует эльфы дворфы люди харимары гнолы гарпии и нам нужно 2000 денег а 20000 денег 200 очков и все давайте посмотрим что за реформа третьего уровня от мобильной централизации автономии и к управлению ну да довольно интересная империя механика точнее нам бы на самом деле переехать нашу старую столицу почему потому что здесь у нас есть все необходимые нам раз и чтобы сразу прожать эту штучку мы получим парламент и иметь управление увеличим и получим ревенители джата интерес давайте белые там на 120 не выиграл ну ладно пока потихонечку готовился к войне на северо-западном направлении мы вы выполнили задание постоянное паломничество постоянное паломничество теперь когда создана империя джад многие из наших отданных никогда не ощущали на своей коже и сцепляющего пустынного солнца или обволакивающий песок под своими сапогами нам стоит создать систему караван сараев и храмов чтобы пилигримы со всех концов нашей державы смогли вернуться горе ясного взора великому храму в аска суре и побывать в местах где свет суре или впервые разжег пламя джадарцы мы потратим а дипы и админ очки потом получим а плюс 12 монет в аска суре и еще в одном городе там еще и бафы приятные и нам осталось всего месяца мы выполним эдус джад это мы поменяем храм в из окрас предсказать поменяем храм в аска суре на джадский солнечного получим с миссионеров в тех местах но получим дополнительных миссионеров как понимаю их силу лучше еще раз таки сейчас мы начнем войну с лизной первую очередь если мы сейчас сразу перекроем пролив чтобы без проблем туда проникнуть я еще поднял лимит армии но не лимит армия нанял новые полки теперь у нас очень большая армия получается суммарно довольно таки сильно давать ощущение ереси на этих не все равно и вот этот этого мы разобьем сами может конечно призывать наших союзников чтобы чуть-чуть себя простить задачу мы так и сделаем в принципе ну и начнем наши военные действия вести дальше здесь мы сразу внедряемся как можно глубже с очень большая армия поэтому это вроде как не проблемно для нас наш соседа тоже армия не маленькая там 120 полков но она ему сейчас не поможет по сожалению ну что мы это как-то без проблем все разобьем нашу конечно поймали тут я вижу что он здесь на не боевое торговый был поэтому ну главное пересекли этот пролив чертов который нам мешал все время поэтому остальное это все же так сказать мне мелочи жизни она была пересечь пролив и дальше уже будет хорошо наша армия здесь не встречать никакого сопротивления я думаю мы заберем у них как можно больше земли я бы у них забрал бы вообще все что только можно деньги нам сейчас особо не горят а вот веса посильнее было бы хорошо но если вижу фракции сразу образуются возможно образование колется в этом направлении чего бы конечно не хотелось увидеть ну как пойдет этом давайте мы отправим наших дипломатов заниматься вопросами разъяренных стран вот война подошла к концу это было несложно было быстро и мы захватим довольно таки такой львиный кусок у них я думаю за эту войну и сейчас будем уже добивать остатки элизны это еще есть она ты наверно колонии которые мы не можем колонизировать поэтому это без разницы в том случае они сейчас дадутся и все скорее всего конечно объявятся коалиции против нас на мы можем сейчас по идее разу поражать здесь было вот покорить а берзанта 6 здесь рассказывается про то что мы вернули арк и все такое очень претензии на весь бахар ключа вдал дунгур это хорошо потому что нас претензий здесь не было теперь они есть можем довольно дешево все-то национализировать нам же нашу отсюда выйти будет проблематично сделать у нас нет админа очков для национализации а то мы почти выполнили задание именуем и ликования солнца одна война по сути осталось здесь лоренто ж будет жестко прям жестко с лоренто воевать было бы ему войну объявить чтобы добить сверх решения 150 в чем вопрос хотя то вообще вот и затем лоренто лоренто он где а я где с нами будет не очень удобно нас вот это не пропустить никуда из-за этого истощение вижу у полков каких-то давайте ребятишки друзьяшки прячься от этого истощения выполнили еще задание завоевание лизны но суть в том что мы выше наконец-таки на контакт с фараонами которые собитают и скоро настанет их черед так вы можете сами прочитать все да у нас теперь есть очень много претензий на херат ром сейчас будет очень нехорошо это о подожди что не по я есть вассал по тропе объявлю войну а вот у нее земли как у тебя много земель суши нам нужно отсюда вылезать из активно поэтому давайте мы сюда пока вообще армия здесь хватит три полка я думаю покой на потому что нас сейчас самые высшие военные технологии в мире один полку мы кинем здесь для наступления и оставшиеся эти два полу эти три полка мы отправим уже над это южное направление я думаю и армию по так сказать они уже пойдут непосредственно вот в этой части захватывать мы будем скорее все брать чисто вот это все ну я думаю то не будет больших для с проблемами аши главные войска подойдут и будет хорошо о к хари мари крепимость давай терпимость хари мари нужно потому что нас очень много в империи будет поэтому нужно с ними как-то дружить а заниматься выгонением других рас мы к сожалению не можем и давайте деньгами ну и начнем этого нас насчет на дуру вступится поможет нам мы объявим священную войну здесь можно воевание каких-то провинции на а только над эти провинции или на все давайте лучше еще на войну объявим а надежнее бы по понять не хотя бы все можно спокойно и думаю наступать наших врагов особо сопротивления никакого не будет но вот эти армии группы север отправляется на осаду крепости и подстраховку друг другом может здесь может быть довольно таки большие попаление армии противника вот там уже у нас первые боевые столкновения ведутся он не успешно я вижу здесь у нас уже все идет неплохо вот я вижу вообще армии противника нет поэтому давайте мы быстренько раскидаем наши полки для как можно скорой оккупации всех этих провинций и одну армия наверно можно будет перебросить уже туда а север здесь есть армия сожалению а то дойдите у них еще одна армия есть но на им не поможет будем честны с собой крепость скоро упадет и все для них все закончится принцип есть наш дальше мы идти не можем тут крепости мешают а саду мы видим от хорошо все всем война принципе закончена мы заберем вот таким образом чтобы перекрыть нашему союзнику возможно забирания дальше земель конечно хорошим был перекрыть вот здесь но нам не хватает этому оставим пока что так там будет хорошая коалиция 145 сверх расширения как мы любим если отказаться земель можно на провинцию больше взять это ожидает и все наши провинции наши претензии ну и заканчиваем эту войну и по идее по идее мы сейчас должны выполнить задание связаны сверх расширением данность был я помню очень повышенная вот и кого не солнце уходит в то что мы сделаем большое празднование в честь нашего быстрого расширения и все наверно нам это поможет как ты переварить все убавка даст наверное посмотрим наверное чё-то там даст а вот начнутся празднования тут описывается про праздник которым устроили в нашем королевском дворце на горе ясного взора и из бонусов самое неприятное то что мы будем терять стабильность при каждом объявлении войны до конца игры и производства модификатора упадет зато национально беспорядки минут с 10 раз проблем по идее с полстанцами вообще быть не должно понимаю это прикольно окна где-то здесь потери идут да а вот этот еще потерялся где-то до суда сейчас пойдем на юг национализируемся и пойдем уже на юг точнее на восток наверно вот произошел ивент конца праздника ликование солнца мы получаем нас беспорядки минусы боевого дух плюс на короткое время и ликование солнца перестань действовать на империю джат вот но сейчас закончится да а то это а я понял пока празднование шло он у нас висела как это прекрасно пока мы национализировали все это хорошо ирана столько улыбка солнца висит нас гнома позвали наши союзники на войну с другими гномом надеюсь в этой войне нам каким территорий перепадут мы пока что продолжим нашу восточную экспансию вопрос на кого из них лучше напасть нас претензии а юга здесь и вот сюда очень прям хорошие претензии до армии не то чтобы много в одну армию здесь иметь какой-нибудь хорошим вашем да и кто вообще никого союзников нет он давали до лучше начало с него начнем быстренько его разобьем и потом уже ним заниматься другими процессами хотя нас нет претензий вроде как а наш союзника точнее вассал есть претензии от него есть претензии вот за них и по мы и повоюем и думал дипломат нужен это меньшая проблема в меньшее зло и гос реформа орден саруэля вообще да 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 раз ну да 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 орден саруэля же таки такая держава поэтому должен быть орден саруэля не иначе и не меньше эту войну мы завершили с легкостью расширили нашего вассала в этих землях а теперь будем готовиться к другой войне более важно более серьезной наверное если так можно назвать наверно пойдем на вот тебя раз таки оступится вот этот и вот это но ты не проблема священна война мы это сейчас все быстренько тут покараем и заберем дипломат только вернется так ты оставайся здесь а там одного полка хватит вполне я сейчас мы туда по облепляем будем туда глубже уже внедряться непосредственно как-то на штате армии группы дадим ли в лицо варфом принципе неплохо нас и вижу уже скопился лимит по очкам а золото имеется даже вот здесь есть давайте если раскачаем я нас они же копятся сверх лимита надо куда-то их девать ну и все можно я думаю священная война их быстренько их выкосить берем крепость берем кути армия есть 26000 мы еще воем с тобой и армия 48 не страшно пойдем брать крепости вот и всего она подошла концу мы закончили даже быстрее чем гнома этому шикарно заберем денег заберем провинции чуть ему оставим на следующую войну было чем потом гоняться и все мы укрепились у нас какого сверх расширения до небольшой кстати да он будет больше ну и можно я думаю на я часть уже следующую войну просто к с кем вот тут эти можно данность претензии есть поэтому давайте сразу не будем медлить не будем ждать сейчас нас вернется наш дипломат и мы сразу открываемся дальше пац мы воюем с а мы еще на юг пойдем это же красно вот одну войну мы закончили сразу начал другую а может а зачем ждать мы без проблем всех уничтожим это мы захватим выполним очень много заданий сразу же и нас покинул это очень грустная вести для нас можно эти две амута выграем из 2 армии можно перебросить уже к нам я думаю непосредственно весь нас активные боевые действия ведутся там уже углом а вроде они как закончились а закончилось что долги мы выплатим чтобы снять этот влияние у дворя у торговцев и за одно в случае чего чтобы была возможность нам еще взять займ заказ таки пока войну закончим уже непосредственно сможем мы сможем восстание давайте восстанием закончим она закончим и сможем поражать одно из решений но и задание которое здесь горит там это вроде связано с этими землями здесь где живут хари мари большом количестве наших дипломатов мы на разъяренные страны кидаем сразу бы уменьшить риск возникновения коалиции в будущем а лице нам особо не нужны что можно из коалиции повоевать при должном и сильном желании на геморно выиграть их можно но это очень геморно честно при мари почти игре раваны глаз гномы интегрированных вас вас там их меньше процента то они интегрированы реально те кого нужно интегрировать они не интегрированы а вот эти не воюют так вот это все да ну тогда да это очень быстрая война это подошла война концу мы сейчас тут заберем нормальный земель это скорее сюда мы полностью уничтожаем я вам снимать деньги отказаться от претензий от всех которые у него только существует на будущее и ждем дипломата когда он вернется домой маленький неудобств нашей армии я вообще не ощущаю неудобств задание мы так и не выполнили даст римаре которые были связаны игры до 1 провинции здесь не хватило да прям чай ну ладно а потом отменить рабство нам нужно еще идти идти захватить южную реку почти завершили тут одна война буквально осталось в прошении уже 200 кстати может мы можем провести праздник ивенту нет такое артефактор нужно какие-то пока нас их нет в любом случае к нам не позволяет эпоха наши это сделать и он солнцем к нему стремимся уже скоро состояние реки здесь нужно просто деньги это я здесь видел о трём солнце 25 лет с прошлого праздника должно пройти видимо еще не прошло 25 лет продолжаем отбирать землю вот дэй о дэран прекратится при эпохе как раз таки этой на артефакторов она стабильность ниже ниже одного у меня три стабильность нас выполняется абсолютизм менее 25 равновесия сильно смещено в сторону востока а где можно узнать про равновесие которого меня будет каком не сторону равновесия смещен нет смотреть это не непонятно кстати день отображается рэ канал а кстати но прикольно можно сделать мне деньги есть давай давайте расширим каналу просто непонятно где здесь у нас идет смещение и его смотреть в сторону востока плюс 2 46 через три года начнется до абсолютизм ниже 25 поднять его так быстро не смогу значит будем переживать это событие каким-то образом рация по тигры джада мы выполнили о мы получим генерала это не так важно римарь должно быть интегрирован это городах а леса мы получим уже будет неплохо и все хорошо а коалиции появляется наконец-то долго и ждал я они все-таки прорезали свою уродливую голову они все-таки прорезались ну я не знаю что за событие на самом деле и узнавать меня не очень сильно же вам честно хочется уйти на плюс один но тут равновесие сторону востока вот где его посмотреть как у нас стороны равновесия идет может я мог бы как там выпрямить что за событие такое страшно непонятно а мы выполнили мы выполнили безупречья джада это где у нас а вот она а лимит управления по 150 появится парламент арно парламент не совсем шикарно но в принципе перепис населения 20000 это прям жестко за меня абсолютизма держание крепости и подавления пройти из модель давай парламент сколько нам не хватает мест парламенте 52 места в парламенте ема и вот это конечно вообще ладно давайте раздавать потихонечку места парламенте но я думаю вопрос с этим восстанием мы оставим наверное следующую серию прошу вас всех кто знает об этом восстании в этом событии напишите в комментариях что это такое еще не придется столкнуться можно до эпохи артефакторов нам еще очень далеко там и напишите очень интересно на этом одном на серии пойдет концу спасибо что смотрел надеюсь вам она понравилась если так то ставьте лайк и снег дизлайк также приглашаю всех в группу в telegram там про это голосование на счет следующего прохождения как только закончится это и также там выходят анонсы новых роликов и вообще про канал все это мне все спасибо что смотрели до встречи в новых сериях